Традиционно хочу попросить вас поставить лайк. Это не столько комплимент мне, сколько с помощью этих лайков смогут посмотреть другие зрители. То есть, тем больше лайков, тем больше это все будет работать. Ну, естественно, если вы не подписаны, также подписывайтесь на канал. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить тех, кто высылает донейшены. Вот в начале есть списки. Это и Сбербанк, и Бусти, это и Патреон. Ну и приобретайте мою книгу «Записки странствующего армянина». Вот первый том перед вами. Если вы не приобрели, то обязательно сделайте это. Я уверен, книга вам понравится. Только первый том из будущего трехтомника. И кто уже приобрел, а приобрели очень многие, ну, вроде бы как отклики положительные. Хотя я готов и конструктивные критики в том числе. Ну что ж, ну и выпуск сегодняшний. Выпуск сегодняшний о визите нашего соседа Ильхама Алиева в Пакистан. Вот он недавно состоялся, этот визит, Ильхама Алиева в Пакистан. Что я тут хочу сказать. Если кто-то считает, что Икидовлядь Бирьмиллядь – это про Турцию, то не нужно забывать и про Пакистан тоже. Тут почти то же самое, только Икидовлядь Бирьяланчитаарик. То есть два государства, одна псевдоистория. Ну, азербайджанцы меня поняли. Вы только представьте, да, какой степени у Алиева страх перед армянами, перед их реваншем. А азербайджанцы об армянском реванше говорят даже больше, чем сами армяне. И он порой даже не просто затаривается все больше и больше самым разным оружием, но и этого мало. Еще и военные союзы вступают, то с Турцией подписывая соглашение в Шуши, да, то в том же самом Исламабаде подписал вот недавно военно-стратегический союз с Пакистаном, где Алиев провел целых два дня. Кстати, я был рядом в это время в Афганистане. Полномочий у меня нет подписывать что-либо с правительством талибов, запрещенных в России и в других странах мира организации этой. Тем не менее, считаю, что провел с ними переговоры вполне себе плодотворно с армянской стороны. Я был там по армянскому, конечно же, вопросу. И считаю, что армянское правительство должно обратить внимание на эту часть света. Талибы в Афганистане и Индии считают Пакистан хулиганом в регионе. Да, да, товарищи, вы не ошиблись. Талибы именно так и считают, говоря о Пакистане. А враги наших врагов кто? Известно же, да, конечно же, это нам друзья, да. С Индией, я имею в виду Армений, друзья. С Индией Армения, конечно же, работает активно, но этого мало. Но вернемся к Пакистану. ВВС этой страны подписал с Азербайджаном крупнейшую сделку о поставках совместно Пакистана-китайских истребителей JF-17. Сумма контракта составляет 1,6 миллиарда долларов. Пакистан играет одну из ключевых ролей в формировании ВВС Азербайджана. Это не секрет. К тому же, троица Азербайджан, Турция, Пакистан достаточно часто встречаются в данном формате на разных площадках. Часто обсуждают сотрудничество в области обороны и оборонной промышленности. И если с Турцией уже давно все ясно, то непонятно, какого лешего тут делает вообще Пакистан. Паки не тюрки, не говорят на тюркском, общей границы с Азербайджаном Паки не имеют. Расстояние от границы Азербайджана до границы с Пакистаном ближайшей точки, 2000 километров. Так в чем же получается тогда дело, спросите вы? Неужели только ислам так роднит? Не только. Если обратиться к истории образования Пакистан, то можно заметить, что эта страна такая же искусственно созданная и наращенная, как Азербайджан. Страна и язык, и народ, все понарошку здесь. Пакистан образовался с помощью извне британцами в отместку Идии за свой уход из региона, где была Британия почти 200 лет. Изначально территория современного Пакистана была частью Индии. В 1947 году, когда индийцы выперли англичан из страны, последние столкнули индийских мусульман против индуистов. Британцы подпитывали партию Мусульманская лига финансами, оружием, поддерживали лидеров Мусульманской лиги, в частности, Мухаммеда Али Джинну, Мухаммада Икбала, Аюб Хана. В результате чего Индия раскололась на самой Индию с индуистским большинством и восточным и западным Пакистаном с мусульманским большинством. В отличие от восточного Пакистана, который стал последующим независимым Бангладеш, западный Пакистан вовсе искусственный народ. До 1947 года пакистанец народа не существовало. Название Пакистан придумал один из студентов, где Пак на Урду чистый, а Стан страна. То есть страна чистых, то есть мусульман. То есть, как и национальность, азербайджанец 100 лет назад, пакистанец такое же новое понятие. Иначе говоря, азербайджанец старше понятия пакистанец всего на 10 лет. В конце 30-х годов появился национальный термин азербайджанец. До этого звали они себя мусульманами, да их тоже так же называли, либо кавказскими татарами, либо мусульманами. Но сами азербайджанцы себя называли мусульманами. А в конце 40-х годов появился национальный термин пакистанец, который тоже до того назывался мусульман. Если эту религиозную принадлежность переложить на нацию, то можно ошибочно предположить, что и азербайджанцы, и пакистанцы были одним народом. Это же, конечно, не так, но игру слов никто не отменял, и в Азербайджане любят подобные очковтирательства. Но не мы, конечно же. А учитывая пакистанский город Карачи и азербайджанских цыган Карачилар, или пакистанский Хайдарабад, можно сравнить с Гейдарабадом. Опять же, это не наша тема. Привирать я, конечно же, не буду. Далее, язык. Вместе со страной Пакистан придумали и название языка. Дело в том, что эти самые индийские мусульмане не являлись отдельным народом, говорили на том же хинде, что и индуисты. Лишь вставляли немного вкраплений в виде каких-либо арабских слов. То есть, это был индийский мусульманский язык. Чувствуете схожесть с мусульманским языком в Закавказе, который позже назвали азербайджанским языком? Так вот, пакистанцы не стали называть свой язык пакистанским, а назвали его урду. Что, по сути, тоже не имеет отношения к исламу, так как под урду они имели в виду хорошо нам знакомую орду. Что в переводе с монгольского армия. То есть, народ чистых, то есть паков. Язык армейский. Вот такой сумбур создала эта самая искусственная нация с помощью англичан на осколках Индии. Ну и еще урду от хинди отличается тем, что пишется арабской графикой. Больше особо-то и ничем. Я вам сейчас скажу на хинди и на урду одно и то же предложение. Попытайтесь, так сказать, найти разницу. Теперь то же самое на урду. Почувствовали разницу? По-моему, один в один. Я сказал, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Спасибо. Так вот, разница только в спасибо. На хинди у индуистов Дханяват, а на урду у паков, мусульман, Шукрия. Что от арабского перенятого Шукран. Вот такой искусственный народ с искусственным языком Ордан-Бурдан. Оттуда отсюда, как и азербайджанский и Азербайджан. И еще в завершении важно сказать, что пакистанцы – аутсайдеры исламского мира. К примеру, есть панарабизм, объединяющий арабов. Есть пантюркизм, объединяющий тюрок. Есть панаранизм, объединяющий иранских народов. Пакистанцы – не тюрки, не иранцы и не арабы. Это исламизированные индуисты с примесью всех подряд. Войск Бабура, Джавангира, Ауранзеба и прочих. Придумали они себе подобных друзей в лице азербайджанцев и турок. Придумали врагов в лице армян и израильтян, не считая Индию. Вот и счастливы. При этом в Карачи есть Армениан-стрит, где врачевали армяне и была лучшая в городе клиника. Но кто хорошее помянет, когда фанатизм покоя не дает. Сказала же однажды Беназир Бхутта, На пути интеграции исламского мира встали Грузия и Армения, которые должны исчезнуть. Так что вооружаемся, ребята. Армения была и всегда будет. Рядом страны, империи исчезали. Армения оставалась. Временно теряла свою государственность. И снова возрождалась. Так что пусть дохнут те, кто угрожает отцам, основателям государственных институтов. Среди которых Армения, Греция, Китай, Индия, Иран и другие страны, дожившие до наших дней. Увидимся скоро.